В 2018 году Московский Центр Организации Дорожного Движения запустил проект «Умный светофор». За два года динамическое управление сигналами внедрено на 90 перекрестках. Уверяют, что ожидание очереди проезда сократилось на 15-20%. В часы пик у нас более 70% людей пользуются городским транспортом для передвижения по городу. Соответственно, необходимо обеспечить приоритет именно этой категории участников дорожного движения. Под асфальтом на глубине 15 см устанавливаются индуктивные петлевые детекторы. Данные с них, а также с камер видеонаблюдения поступают в модуль обработки информации. Далее сервер выделяет городской транспорт и передает команду контроллерам светофора включить тот или иной сигнал на определенное время. Однако это время не безгранично. Паузы необходимы, чтобы другие автомобили не стояли слишком долго. У нас ни на одном направлении нет такого, что у нас светофоры и автобусы идут вереницей. Конечно же, есть среди них паузы и так далее. Для пешеходов на перекрестках устанавливаются кнопки вызова фазы. Правда, работают они исключительно ночью. В остальное время регулировка происходит автоматически. Интересно, что система «Умный светофор» может прогнозировать ситуацию на 15-30 минут вперед. И автоматически корректирует план в случае возникновения ДТП на перекрестке. Если же происходит сбой системы, то светофоры переводятся в обычный автономный режим. Мы выбираем наиболее загруженные перекрестки с точки зрения пассажирского транспорта. То есть там, где проходит наибольшее количество маршрутов городского транспорта. И, конечно же, это те перекрестки, на которых мы видим затруднения движения. До конца 2020 года систему «Умный светофор» распространят еще на 400 перекрестков. Предложить свой адрес на официальном сайте проекта могут и жители столицы. Бело-желтые полосы пешеходных переходов появились в российском госте в 2006 году. А в последние годы абсолютно все зебры в Москве красят двумя цветами. И вот столичный центр организации дорожного движения признал, что безопасность пешеходов от добавления желтого не выиграла. Зато сплошная скользкая пластиковая разметка увеличивает тормозной путь, особенно для мотоциклистов. В итоге СОДД вернется к классической зебре из белых полос, как минимум на регулируемых перекрестках.